Поговорим про фильм, который называется в русском прокате Хозяин морей на краю земли. Особенно на краю земли. Кто там? Мастер и командер. The far side of the world. Это, конечно, на краю земли. Ну, не важно. Хорошо, не морская братва. Это главное. Нет. Как это? Не главное. Не главное. Потому, что, во-первых... Это же 2003 года. Замечательного режиссера Питера Уира, которого мы любим за шоу Труман и много что еще. Да. Конкретно этот фильм я люблю за то, что его можно показывать гостям в домашнем кинозале. Из пушек шарашит так, корабль хрустит так, ядра стучат так. Отвал башки. Вообще очень-очень мастерство нечеловеческое. Вот. Я когда взял невидюк в руки, ну, и там тут же вижу фрегаты, пушки. То есть, нужно брать и Питера Уир, Рассел Кроу, нужно хватать. Вот сразу же. Ну, название. Хозяин чего? Морей? А где там есть слово-то? Хотя бы море. Блин. Вот все... Вот вы когда переводите, ну, вы хоть в какой-то букварь, самый минимальный загляните. Уже в 2003 году был интернет, я слышал, можно было как-то причаститься. Мастер-н-коммандер это звание. Вообще-то. Если что. У нас такого нету, правда, звания в российском флоте, но можно... Вообще-то есть совершенно четкое его обозначение. Мастер-н-коммандер это полное название данного чина. Вообще-то он просто командер сокращенно. И вот командер-то он есть во всех натовских флотах. В Англии, в Америке, в Австралии, в Новой Зеландии. Везде. Командер... Это командир фрегата. Где? Всего лишь. Ну, поскольку... А Форсайт Уэлл, я думаю, что это обратная сторона земли всего лишь. Омная. Есть у меня такое подозрение. На той стороне глобусы. Да. То есть, командер на той стороне географии. Вот, собственно, такой смысл. Ну, название не переводят у нас. Это в Голливудах считается, что местные жители гораздо лучше знают, как назвать фильм, чтобы местной аудитории он, так сказать, на сердце лег. Поэтому... Ну, там теряется весь смысл. Потому, что там весь смысл-то, собственно говоря, в том, что этот самый есть мастер-н-коммандер. Заканчивается фильм тем, что появляется в фильме мастер-н-коммандер. Это ради него все происходило. Это ради него весь, собственно говоря, фильм. И все повествование. Ну, взяли и назвали какого-то Хозяина Морей. Видите? Рассел Кроу. Хозяин Морей. И вот этого Хозяина Морей по всему фильму гоняло по этим маям. Как таз по Енисею. Как саново кота. Вот. Но, однако, нет. Хозяин Морей. На краю земли. Потрясающе просто. Я вот как это в голове помещается отказываюсь понимать. Так вот, 1805 год. Текстовое пояснение. И дальше говорят фрегат сюрприз английского флота. Ну, МС сюрприз. Ну, это же внезапно. Мать ваша. Ну, вы хоть... Я не знаю. Немедленно вспоминается другой художественный фильм. Каникулы строгого режима. Где вор в законе. Безруков. Без козырки. С надписью дерзкий. Я упал под лавку. Настолько это смешно. Так и этот внезапный. Сюрприз дурацкое слово. Оно ж не об этом. Сюрприз. Ну, вы чего. Какой он сюрприз. С английского переводится как неожиданность, внезапность. Все. Это фрегат внезапный. Все в порядке. Да. Ну, дальше наконец меня перестали терзать наши переводчики. И началось все кино. Ну, и тут даже до Райсела Кроу дошло. Что пока не огибают мыс гор, надо бы... Как это там сказали замечательно в русском переводе? Руби паруса. Матч ты может. Я такой, что? Ну, дальше вся эта вахта и подвахта полезла на Рей брать рифы. Ну, это, видимо, Кат. Кат, естественно. Руби паруса. Я был в восторге от такого варианта. Я подумал, что сейчас они полезут и отрубят все паруса к чертовой матери. Зачем? Ну, для малограмотных. На парусах он квадратиком, а на нем висят веревочки. Много-много. Много-много веревочек. Да. И веревочки связывают с веревочками, чтобы уменьшить площадь паруса. Чтобы он не дул. Не тащил. Так его можно подобрать вообще под самую Рейю. И так будет, как обычно на картинках рисуют, свисать такими вот колбасками. А парус не просто веревочкой. Он простеган по длине по всей, чтобы его не порвало. И вот на этих канатиках, которые он простеган, там завязки висят. Собственно, узел, который вообще все знают. Мы все заснуровываем ботинки. Называется рифовый узел. Специально, чтобы его можно было очень быстро развязать. Это вот рифовый узел. Дернул за кончик, и он целиком распустился. Бантик. Да. Это рифовый узел называется. Во время похорон там тоже молодцы. Джон Джонсон. Штурман. Смит Смитсон. Не знаю. Лейтенант. Бен Бенсон. Умелый моряк. Вашу же мать. Умелый моряк. Эбл Симон. Это тоже, между прочим, звание. Ну, по нашему матрос первой статьи. Старший матрос. Старший матрос. Ну, какой умелый моряк. Ну, что вот такой умелый моряк. Вашу же мать. Как так? Девочка, наверное, переводила. Я даже не знаю кто это. Это, по-моему, какой-то искусственный интеллект. Надмозг какой-то это все переводит. Живые люди. Большинство из них чисто для справки захочило МГУ. Кошмар. Тут нам сантехникам раздолье. Вот. Ну, в общем, меня этот Эйбл Симон меня, конечно, просто убил. В смысле, Эйбл Симон не убил, а убилый моряк. Убилый. Ну, и все. Назначают временный экипаж на захваченный шикарный трофей. Его же не потопили. Это же ой-ой-ой какое, между прочим, приобретение. 44 пушки. Так, на секундочку. Хорошие бостонские постройки. Бабосики. Плюс, они же сколько потопили английских торговцев. А значит... Полный трюм добра. В трюме много всякого. А значит, премия у всех будет хорошая по возвращению. Причем настолько хорошая, что... Только главное не спиться после этого. С такой премией. А учитывая, что здесь народу и так ни хрена нету. А французы остались или всех утопили? Да. Их в Альпараизу высаживают. Их там повязали. Да. Плюс там же у них было человек 30 пленных китобоев. Они частично из них сформировали экипаж. Но все равно. Тут 197 человек. Считаю, у вас 10 человек, включая самоубийцу, минус. Сразу же. Плюс еще... Ну, человек там 15 точно у вас грохнули во время абордажа. И вот у вас уже не 197 которых просто не хватает на один-то маленький корабль. А вам нужно еще большого везти. А бросать нельзя. Нет. Всключено. Жадность такой не подпишет. И вот туда собственно лейтенанта с пописанной физиономией молодого назначают туда мастером-командером. Потому, что он не капитан. Вот Обри, он капитан. Он фрегатом командует. Пускай из шестого ранга. У него... Он капитан. А его назначают на приз. На захваченный. А это фрегат. При этом произвести его в чин официально не может никто. То есть, он уже как бы выслужил. Ему осталось патент получить. Но вот прямо здесь ему выписать никто не только в адмиралтействе. И капитан Джек Обри своей властью назначает его мастером-командером. Вот он собственно и есть мастером-командером. Да. Хозяин. Вот в этом-то весь смысл. Это был молодой человек, который прошел некий путь и стал мастером-командером. И получает под свое командование полноценный боевой вымпел. Который должен отвезти в Англию. В Портсмут. Сначала в Альпараиза выгрузить пленных. И потом ехать в Англию. Обратно домой. И там уже его капитаном сделают. Полноценным. Вот смысл в этом названии этого кина. А его хозяином морей обозвали за каким-то Бессом.